Во время ЧП Ольга была дома. Ее квартира находится этажом выше эпицентра взрыва. В тот момент она прилегла на кровать дочери. Если бы отдыхала на своей, возле окна, говорит, вряд ли бы выжила. И все, ну паника я начала. Мне почему-то показалось, что ребенок дома. Я начала кричать. Ребенок в садике был. Потом начала кричать мужу, ну где все они могут найти. А когда открыла дверь, я вообще, ну облако пыли прямо так вот в лицо. И все начали кричать, ну текаем, выбегаем. Вчера Ольге, как и всем пострадавшим, предоставили временное жилье. Полсотни людей поселили в гостиницу турист. Здесь, рассказывает женщина, хоть и не дом, но есть все необходимое. Все есть. Холодильник, телевизор. Остальных людей человек 20 разместили еще в двух гостиницах и общежитиях Харьков-Горлифта. Несколько десятков пострадавших решили пока пожить у родственников. Всего из дома отселили 107 человек. Вчера жильцам разрешили забрать из квартир только деньги и документы. Сегодня в сопровождении МЧСников позволили вынести другие ценные вещи. Юля сюда пришла за школьными принадлежностями. Вчера из разрушенного дома унесла только хомяка. Учебники забрали, тетрадки еще нет. А в школу сегодня ходила? Нет. А завтра? Завтра пойду. А Елена своих питомцев забрать сразу не смогла. Их слишком много. Эвакуировать хомяков, черепах, птиц, лягушек и рыб женщине не разрешили. Только сегодня. Экзотические виды на время приютили в зоопарке. Рыбы у меня эксклюзивные. Астроносусы, вот такие вот акулы. Все очень эксклюзивные. Дракон, все очень эксклюзивные рыбы. Они сутки били бы из воздуха. Из-за того, что 500 литров, они все уже были наверху, еще бы 2-3 часа и все. Через сутки после взрыва на площадке возле дома кипит работа. Здесь милиция, спасатели, коммунальщики. Красный Крест выдает пострадавшим семьям одежду, обувь и средства гигиены. В палатке МЧС люди могут перекусить и получить консультацию психолога. Сейчас это самая востребованная помощь. Они были в таком достаточно тяжелом эмоциональном состоянии. Они обращались за помощью, за питьем. У некоторых скакало давление из-за стресса. Помогали продумать план действий на ближайшее время, потому что человек выдернут из своей привычной сферы. И ему необходимо по-новому налаживать свою жизнь. Рядом с домом специалисты собирают стройтехнику. С ее помощью будут восстанавливать разрушенную стену дома, ремонтировать перекрытие. На все про все должно уйти около трех месяцев. Анна Бравко, Борис Буцевич, Медиагруппа «Объектив».